На территории Московской области стартовала прививочная кампания по борьбе с гриппом. С какого числа она началась? Как реагируют люди? Готовы ли они прививаться? И сколько вакцинаций сделано на сегодняшний день? Прививки от гриппа у нас начали выделять с 1 сентября. На сегодняшний день прививки получили 6700 человек, с них 1700 детей. У нас этот год он непростой, потому что у нас получилось так, что сегодня очень распространен в округе ОРВИ. Дальше мы ждем, что у нас будет грипп. И вы знаете, что у нас еще есть и ковид. И ковид сегодня, к сожалению, у нас с каждым днем становится все больше и больше. И почему сегодня нужна эта прививка? Потому что если не приведи Господь, получится 2 в 1, и ковид, и грипп, то как сегодня врачи говорят, что это примерно 40% в данном случае. Так что в этом году, если люди в прошлом году не прививались, в позапрошлом люди много говорят, что я никогда не прививался. У нас никогда не было и ковида. И никто от этого не застрахован. Если бы я имел право потребовать, я бы, наверное, требовал. Так как я тут не имею права сделать, то могу только советовать всем жителям нашего округа обязательно получить прививку от гриппа. Где это можно сделать и как это можно сделать? Люди задают вопрос. Сегодня любой житель Зарайского округа, если у него есть регистрация на территории нашего округа, если вы в городе, вы идете в поликлинику, если вы проживаете в населенном пункте, то практически сегодня по всей территории есть факты. Дефицита вакцин сегодня нет. Можно также, если работодатель пожелает, чтобы его работники и его сотрудники не отвлекались и, скажем, не уходили с рабочего места для того, чтобы получить прививку, то любой работодатель сегодня может заключить трехсторонний договор. и, обратившись в нашу больницу, сотрудники нашей больницы могут выехать на предприятие и сделать эти прививки на предприятие. Как делают прививку в детских садах и школах? У нас и в садах, и в школах есть работники медицины. Это дело добровольное, непринудительное. То есть сегодня обязательно дают анкету родителям, где родители пишут, согласны они или не согласны. И только после этого нашим детям делают прививку. К сожалению, сегодня у нас, я уже говорил, что привиты всего лишь 1700 детей. Это очень мало. Я бы на сегодня, на месте родителей, все-таки подумал о том, что прививку нужно делать обязательно. На территории Московской области увеличилась в случае заражения ковида. Какая обстановка на сегодняшний день в городском округе Зарайск? К сожалению, у нас в округе обстановка не совсем хорошая, потому что в случае заболеваний ковидом увеличивается и увеличивается. И, к сожалению, не только взрослых людей, но, к сожалению, и наших детей. Мы знаем, что у нас шестая школа отправлена на дистанционное обучение. У нас есть случаи заболевания во второй школе. У нас на сегодняшний день, если брать, то шесть детей заболело. И, наверное, на пределах десяти сотрудников образования. Это и учителя, и технические работники. Таких десять человек. Надеемся, что дальше это не пойдет, но всерегаться сегодня про это нужно. И, конечно же, у нас сегодня большая проблема в городе с тем, что сегодня под наблюдением 72 человека. 72 человека – это те из них, это те, которые уже выявлены ковид, и те, которые сдали анализы и ждут результата, будет у них результат положительный или отрицательный. Но тенденция у нас растет. У нас за последние сутки такого у нас не было никогда. У нас было всегда, что мы прорастали. Два-три человека один, когда было ноль. Но на сегодняшний день, вот за последние сутки у нас было 22 человека. И мы боимся, что как бы у нас не получилось, что у нас осенью будет хуже, чем это было весной. Потому что у нас весной еще не было льви, и у нас весной не было гриппа. Мы сегодня делаем все для того, чтобы это не распространить. Принимаем все для этого меры. Врачей у нас сегодня полностью хватает. То есть медикаменты все есть в наличии. При вызове врача на дом, обязан ли он сделать тест на ковид? Когда врач приезжает на дом, он смотрит на больного. И если подозрений нет, то он это делать не обязан. Но он обязан сделать сатурацию. Что такое сатурация? Это такой маленький прибор, который одевается на палец. И врач видит, в каком проценте насыщенность кислорода в крови. Если сатурация показывает, что в крови ниже 95% или 94%, то врач обязан взять мазок и отправить этот анализ в лабораторию. Если же сатурация показывает, что в крови более чем 95%, то нет необходимости делать мазок, делать анализ. То есть мы, потому что сегодня есть много жалоб, и люди жалуются, вот почему доктор приехал, а анализ не взял. Конечно, если люди настаивают и говорят, что мы хотим и сделайте, то врачи, конечно, идут на уступки. И даже если сатурация показывает, что у крови кислорода более чем 95%, все равно они этот мазок делают. В городе еще есть платная эта услуга, она также находится, где находилась весной зубной стоматологии. Это услуга платная, где любой желающий может прийти и сделать анализ на ковид. Сегодня мы должны понимать, что маска и перчатки – это наша защита и наше спасение. Москва опять отпускает детей на каникулы. Москва опять сегодня рекомендует всем уйти на дистанционную работу, на дистанционное обучение. Это значит, что к нам приедут опять люди, которые здесь есть или жилье, или родственники, или близкие, или дача. Потому что сегодня, видите, еще погода позволяет находиться на своих дачных участках. Особенно хотел попросить наших людей более пожилого возраста, чтобы они без необходимости не выходили на улицу, потому что мимо ковида у нас еще есть и ОРВИ, и еще может быть грипп. Какова на сегодняшний день обстановка в культурной жизни? Проводятся ли массовые мероприятия на сегодняшний день? К сожалению, мы сегодня опять возвращаемся, потому что было весной. Сегодня все массовые мероприятия рекомендовано внутри помещений не проводить. И у нас уже на эту осень было много чего намечено. Мы хотели сделать праздник людям, но, к сожалению, у нас сегодня, смотрите, активное долголетие не рекомендовано. Мы планировали практически по всем населенным пунктам и в городе, и пожилого человека. Мы хотели сделать концерт и поздравить людей. И, к сожалению, это тоже не будем делать. У нас широко должно было праздноваться День Московской области. Тоже не будет. И, конечно же, мы планировали традиционно в нашем городском округе, у Декарионова, День Учителя. Знаете, что у себя это собиралось, зал был полный. У нас уже была концертная программа. У нас есть много грамот, есть много поздравлений. К сожалению, мы это тоже отменяем. Все вот эти мероприятия, все эти награды и поздравления, они будут проходить точечно, по каждому адресу. Конечно, люди же, те, которые заслужили благодарность и заслужили грамот, каких-то ценных подарков, они обязательно их получат. В заключение хочу сказать, чтобы у всех было хорошее настроение. Никто не болел. Берегите себя, берегите своих близких и будьте здоровы.